Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это уже 404-й выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Перезагрузка волейбольной новой. Презентация команды прошла накануне чемпионата Суперлиги. Баскетбольный дубль. Самара играет в двух национальных первенствах – мужском и женском. В Самаре стартовал чемпионат России по боксу. Сборные регионов приехали на турнир разыграть путевки на Олимпийские игры. Самара болеет боксом. В МТЛ-арене проходит чемпионат России. Сборные регионов, а это 320 спортсменов, разыгрывают путевки на Олимпийские игры. Открытие турнира покажет Мастер Спорта. В субботу в Самаре стартовал чемпионат страны по боксу. Среди мужчин соревнование проходит в 10 весовых категориях. Мужчины попадут в национальную команду на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. Спортсмены будут бороться за путевки весной в Лондоне. Боксеры здесь сильнейшие. Приедут в каждом весе по 32 боксера. Турнир пойдет на высшем уровне. Постараемся правильно и честно определить состав национальной сборной команды для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Самара для проведения чемпионата страны по боксу выбрана не случайно. Федерация бокса России уже 30 год проводит конкурс. В этом году было 15 регионов претендентов. 63-й представил лучшую презентацию. Принимать гостей, принимать спортсменов столь высокого уровня, когда, как вы сказали, ставки столь велики, конечно, надо обеспечить максимально комфортные условия пребывания, предсоревновательные тренировки, выступления, этапы восстановления перед следующими боями, кто дальше проходит. Конечно, это тоже очень ответственная работа. В целом она проделана. В Самару приехали действующие чемпионы мира, представители сборной России, но участвовать в турнире не будут. Они, как и приглашенные ветераны бокса, проедут по разным городам и селам области с мастер-классами и семинарами. Организаторы уверяют, в МТЛ-арене будет на кого посмотреть. Молодежь будет доказывать, что они достойны места в национальной сборной. К тому же на кону призовой фонд. Чемпионы получат по полмиллиона рублей, серебряные призеры по 300 и обладатели бронзовых медалей по 100 тысяч. Поединки проходят ежедневно в две смены. Первая с полудня, а вторая с пяти часов вечера. Я очень рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня. Чемпионат России по боксу. Сегодня можно вспомнить имена Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева. И этот перечень мы можем с вами продолжать. Но я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов. Самарский кандидат на Олимпиаду 2020 года Александр Шишунов. Боксер родом из села Васильевка, Безенчукского района. В прошлом году он сражался на ринге среди молодежи. Стал третьим. Потом были победы на международных и всероссийских турнирах. К чемпионату страны среди мужчин готовился основательно. Рассказал претендент на чемпионский титул. Его главная задача попасть на Олимпиаду. Пока ему везет. Он выиграл первый бой. Самый сложный был. Первый раз участвовал на чемпионате России среди взрослых. Переживал. Уверенность была в том, что я знал, что я трудился. Нигде не сочековал. И поэтому выиграл сегодня. Сборная Самарской области как хозяйка турнира выставила на соревнования 13 бойцов в 10 весовых категориях. Главные претенденты на победу – Федоров, Абасов и Маркелов. Турнир очень сильный. Надеемся, что мы медали получим в 3-4 весовых категориях. Постараемся, завоевается золотая медаль. Увидеть предварительные бои можно каждый день с полудня и до половины 10 вечера в МТЛ-арене. А вот уже на финал чемпионата страны и закрытие турнира придется купить билеты или достать пригласительные. Имена чемпионов будут известны в субботу вечером 16 ноября. Самарские баскетболистки удачно стартовали в чемпионате страны. Они делят первое место с Надеждой из Оренбурга. В Суперлиге 2 они начали с четырех побед. Премьерные матчи увидим прямо сейчас. Премьера женского чемпионата страны по баскетболу прошла в Самаре в первую декаду ноября. Четыре матча за пять дней. Первые две встречи в Суперлиге 2 для горожанок получились очень сложными. Первые победные очки добывались потом и кровью. На паркете спорткомплекса СамГТУ они с трудом обыграли команду «Энергия» из Иваново. Болельщики поддерживали девушек как могли. В первом матче Самара уступала гостям 15 очков, но сумела их нагнать и даже избежать лишних волнений в финале. 72-65. Результативной игрой отметились опытные Ирина Киселева 17 очков и Яна Митрофанова 12. Новички провели на площадке немного времени. В ротации у нас еще находятся очень молодые игроки. Если им даже не доверять немножко, то тоже основные игроки не будут получать отдых. Какое-то доверие должно быть. Но, соответственно, они должны выходить не так, а с другим настроем, чтобы биться, чтобы получать больше времени. Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете, временами отрываясь на 12-15 очков. И хотя гости каждый раз возвращались в игру, окончательно переломить ситуацию им не удалось. 65-52 в пользу Самары. Вновь на паркете тон игре задавала пара Киселева-Митрофанова. Гости из Подмосковья догадывались, что их ждет на Средней Волге. Мы знали о том, что соперник будет тяжелый, о том, что состав наполовину состоит из опытных игроков. И, в принципе, мои опасения сказались. У меня игроки менее опытные, более молодые, поэтому просто не хватает чисто опыта и чисто игровых моментов, которые, надеюсь, в сезоне поправим. Отдохнув один день, Самара вновь ринулась в бой. На этот раз им противостоял второй состав «Спартака» из Ногинска, Московской области. Начинали горожанки эту игру более уверенно, чем в дебюте чемпионата страны. Первая игра была для нас сложнее, поскольку мы немножко переволновались. И вторая игра была, может быть, какая-то немножко полегче, в плане того, что мы уже знали соперника и знали, как с ним играть. Мы немножко потеряли концентрацию в какой-то момент, дали сопернику приблизиться к нам, но все равно удержали победу и выиграли две игры. Первый матч закончился разгромом гостей – 74-46. Второй прошел на адреналине. Однако удалось сломить соперниц из Подмосковья. Счет на табло в пользу Самары – 66-60. В итоге – четыре матча, четыре виктории. Руководство клуба пока довольны игрой самарских баскетболисток и планируют для команды грандиозное будущее. Конечно, работы очень много, есть над чем поработать. У нас очень достаточно молодой резерв, выходящий на замену. Девчонки никогда не играли на этом уровне. Я считаю, что мы на правильном пути, мы сделали правильное конструктивное решение, то, что даем возможности. А в большой баскетбол женский мы обязательно выйдем. Для этого нам нужно подготовить базу и целенаправленно идти к своей задачи и выходить на более высокий уровень. Пока баскетболистки Самары занимают в чемпионате страны второе место, уступая первое по разнице набранных очков в матчах команде «Надежда» из Оренбурга. Им в затылок дышит пенденская юность. На последнем восьмом месте «Спартак» из Ногинска. Продолжаем баскетбольную тему. Самара начала с победы выступления в Кубке России среди мужских команд. Уфимец сдался без боя на МТЛ-арене. Кто пройдет в следующий круг соревнований, станет известно после ответного матча в Башкирии. А сейчас смотрим видеообзор поединка в Самаре. В первом матче 1-8 финала Кубка России по баскетболу самарская команда на своей площадке разгромила уфимцев. Трехочковые броски уже в первой четверти помогли волжанам захватить инициативу и больше ее не упускать. Плюс 10 после первого периода и плюс 16 после второго. Мы готовились к этой игре. Это важная игра. Кубок России. То есть надо проходить этого соперника, играть дальше. Игры, можно сказать, на вылет, домашние, на выезде. И дома нам надо было большое преимущество по максимуму сделать, чтобы на выезде вопросов больше не было. Отдохнув, самарцы продолжили добивать соперника. При этом команда вынуждена была играть без двух баскетболистов основного состава. Александр Савенков в лазарете, американец Байден Джексон, вне состава согласно регламента турнира. В результате Самара победила со счетом 89-59. Главный тренер уфимца в шоке от цифр на табло. Худшая игра в сезоне наша. Надеюсь, что последняя. Но с таким количеством потерь, с такой низкой процентом реализации, конечно, не то что о победе говорить. Тем более с такой командой речи не может быть. Убедительная победа в Самаре снимает практически все вопросы об исходе противостояния команд в первом круге Кубка страны. Четверть финалиста определится по сумме набранных очков в двух встречах. Сейчас лидирует волжане плюс 30. Должно произойти чудо, чтобы перевес был в пользу уфимцев. Ответное противостояние состоится в Башкирии 13 ноября. Мужская команда баскет-клуба Самара продолжает борьбу из-за медали Суперлиги чемпионата страны. Пока они первые в турнирной таблице после шести матчей. Домашняя серия пройдет 18 и 21 ноября. Волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска в новом сезоне предстал перед болельщиками полностью обновленным, начиная с формы игроков, заканчивая сайтом команды. Об этом и о других переменах в структуре «Новой» расскажет мастер спорта. В волейбольном клубе «Нова» в этом сезоне будет играть своя «Легенда-17». Этот номер специально взял себе Тимофей Соколов. Его кумир – Валерий Харламов, нападающий ЦСКА из сборной команды Советского Союза по хоккею. Молодой спортсмен мечтает играть так же филигранно и результативно, как и мировая звезда спорта 70-х годов 20-го века. В семье все любят хоккей. Как-то так получилось, что вырос на этом. И всегда придерживался позиции Харламова – побеждать везде и во всем. Понимаю, что номер 17 – специфический номер. И нужно еще попробовать хотя бы частички добиться того, что смог добиться Харламов в хоккее, в волейболе. Руководство «Новый» ставит перед командой выполнимые задачи – попасть в плей-офф Суперлиги. Борьба за медали чемпионата страны и участие в международных клубных турнирах – это перспективы на ближайшее будущее, рассказал на встрече с болельщиками главный тренер. В межсезонье состав обновился почти наполовину. Вернулись воспитанники новокуйбышевского волейбола. А среди новичков есть и молодежь, и ветераны. Например, действующие чемпионы из Кузбасса. Поэтому пока предстоит сформировать боеспособный коллектив. Планирую все-таки сделать очень красивую, красивую результативную игру, от которой, вот я повторяю, что от которой потом пойдет весь результат. Вы знаете, болельщики любят не за то, что ты выигрываешь постоянно, любят за то, что за красивую игру, за азартную, за то, что игроки бьются. Поэтому наша главная задача – добиться любви от зрителей. У команды в прошлом сезоне появилась целая армия болельщиков. 20 спартанцев, как они себя называют, обещают поддерживать спортсменов в предстоящем чемпионате страны, в домашних и в гостевых матчах. А лидер движения даже пошутил на презентации команды. Если что, он готов сыграть вместо профессионалов. «Спартанцы – это, прежде всего, олицетворение достоинства, мужества и чести. Сейчас этого не хватает в мире вообще. Я считаю, что наши волейболисты – все достойные люди, настоящие мужики. Но мы такие же. Вот и поддержка идет. Настоящие мужики, поддержка настоящих мужиков». Исполнительный директор «Новы» надеется, что помощь болельщиков понадобится только на трибунах, а профессионалы покажут отличный волейбол, в том числе и местная «Легенда-17». «Самое ценное в Соколой будет, если он сможет выдержать весь сезон. Потому что один матч сыграть – вот так же и про болельщика. То есть, может быть, один-то он с удовольствием-то выйдет. Не знаю, конечно, на каком уровне, я его не видел еще как волейболист. Но может что-то у него получиться там пару раз. Но потом, когда завтра он встанет, у него будет все болеть и скажет, вот сейчас надо играть, вот сейчас нужно дать тот результат. А вот не знаю, получится или нет». Тренируется ново в Новокуйбышевске. А девять домашних матчей сыграет в Самаре, в МТЛ-арене. Стоимость билетов – не более 300 рублей, обещает руководство клуба. Увидели болельщики на презентации и новый дизайн формы и логотип команды. А еще появился новый сайт, где можно будет оперативно узнавать все новости клуба. На сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта покажет еще все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Я Сергей Кизыркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин